Всем привет! С вами Жанна, вы на канале Жанна о книгах, и сегодня будет необычное видео. В этом видео я хотела бы прочитать одну толстую книгу, и постепенно буду делиться с вами впечатлениями об этой книге. И также здесь будут моменты со спойлерами. Я буду здесь выставлять специальную плашечку. Если, например, кому-то не хочется смотреть спойлеры и слушать спойлеры, то вы будете их перематывать. Итак, книга, которую я прочитаю в этом видео от начала до конца, называется «Хищник». Автор Гэри Дженнингс. Также его знаменитые работы – это «Путешественник» и «Ацтек». Вот такая вот толстая книга, здесь 986 страниц, и меня очень заинтриговала аннотация этой книги. Здесь про путешествие некого существа, как написано, Торна, который является одновременно и мужчиной, и женщиной. То есть он является, другими словами, гермафродитом. Я ничего подобного еще не читала, поэтому я думаю, что книга будет очень интересная. Особенно вот для такого видео, я думаю, оно отлично зайдет. Ну что, я пошла читать эту книгу. Как только я немного пойму сюжет, мы с вами встретимся в этом видео. Ну вот, я к вам и вернулась с кое-каким багажом знаний. Сейчас я вам скажу, сколько я прочитала. Я прочитала 96 страниц, это уже начало второй главы, и у меня уже сложилось некое впечатление об этой книге. Но прежде всего, хотел бы вам вообще рассказать про саму эту книгу, вообще, как она выглядит. Она очень большая. Я уже, по-моему, говорила, здесь 986 страниц, и листочки здесь пухленькие. То есть они не гладкие. Они пухлые, и текст здесь очень-очень мелкий. Читать, конечно, я бы не сказала, что прям удобно. Вот. И сама по себе, потому что книга большая, то есть ее с собой никуда не возьмешь, и приходится вот как-то, приходится как-то что-то придумывать. Вот. Вообще, по поводу содержания начала этой книги, начало здесь просто трэшовое, и, возможно, из-за этого многие бросают эту книгу, потому что здесь в начале автор решил описать нам самую жесть, я бы так сказала. Я не знаю, может быть, там дальше еще что-то будет. Но многих первые главы отпудивают, и они бросают эту книгу. И также в отзывах я тоже слышала, что из-за этого книгу больше не хотят читать, потому что считают, что это порноуха. Итак, в первых главах мы узнаем, как этот торн, это существо, обнаружило, что оно является и мужчиной, и женщиной. Обнаружило оно, почему оно, потому что некоторые тут священники называют торна существом, хотя сам по себе торн отзывается по себе в мужском роде, то есть он называет себя «сказал, пошел», то есть не пошла, не сказала. И вот он в начале первых глав узнает, что он, оказывается, является и мужчиной, и женщиной, то есть у него половые органы, как мужские, так и женские. Сейчас пойдет спойлер, каким образом торн узнал про себя. В начале нам рассказывают про него, что ему было 12 лет, он считал себя мальчиком, и он служил поваренком в монастыре, в мужском монастыре. И во время очередной готовки еды к нему начал приставать повар, по-моему, Петр его звали, и вот он решил его соблазнить, этого мальчика торна. И, как оказалось потом, когда он поднял ему сутану, а там оказались половые признаки девушки, девочки. И впоследствии, после нескольких таких причастий к Богу, как он это называл, их спалили. И его начали обвинять в садомизме, но на что он сказал? Нет, это же девочка, вы посмотрите. И он поднимается там, а там, оказывается, девочка. И вот его выгоняют из этого монастыря и отправляют его в женский монастырь. И там монашка говорит, да, да, это девочка, да, мы ее к себе возьмем. И вот этот торн начинает служить в женском монастыре. И понимает, что да, я же девочка. Знакомится с монашками. И однажды одна монашка решила ее соблазнить. Сестричка торн, она его так называла. И тут она смотрит, что торн отличается от нее. Она говорит, как, у тебя же там что-то есть, у меня такого нет, наверное, я какая-то не такая. Ну и вы сами понимаете, что дальше происходит. И торна с этой монашкой однажды увидели за их занятием. И впоследствии, после этого его выгнали из монастыря. И далее у нас заканчивается как бы первая мини-глава, первая часть. И далее нам торн описывает не его дальнейшую жизнь после того, как он ушел из женского монастыря, а его жизнь в монастырях. Сначала жизнь в мужском монастыре, затем жизнь в женском монастыре. Жизнь в мужском монастыре отличалась тем, что, как он говорил, да, там было очень много книг. Вообще, торн очень любил читать и любил узнавать что-то новое, задавал очень много вопросов. Но когда его в дальнейшем перебежит женский монастырь, там книг не было. Там книги были только у главной Аббатисы, но она их никому не выдавала. Затем нам торн рассказывает про свое детство. О том, что он не знает, кто он был, кем он был, что его мама подбросила торна, будучи еще младенцем, к воротам монастыря. Ну, видимо, он говорит, она испугалась, когда увидела, кто я на самом деле, кем я был. Но, как он говорит, что я не переставал любить мою маму, потому что она в этом не виновата. Далее нам-то он рассказывает о своей любимице птице, как он ее нашел. Его любимицей птицы был орел. Он рассказывает, как он его поймал, как он его обучал. Обучал он его бросаться, нападать, вернее, на змей, на яйца куриные. Впоследствии это ему очень пригодится. И однажды, когда он узнал, что девочку, монахиню, избили жестоко за то, что она прерыводействовала с торном, он решил отомстить этой монахине. Как он отомстил, я не буду рассказывать. И также он впоследствии с помощью своего орла отомстил этому брату Петру, который изнасиловал его в самом начале. Если говорить о сущности Торна, то он сам рассказывает, что он замечал в себе как признаки мужские, так и женские. Я сейчас не говорю о половых органах, я сейчас говорю именно о психологии. Он говорил, что как мужчина он был вспыльчивый, хотел добиться всего и сразу. Также это сказывалось его на физических способностях. Он быстро бегал, он бросал по-мужски камни, даже если про это рассказывать. Что касается характерных черт для женщин, я сейчас его зачитаю. Он написал, что я уже рассказывал, что прежде чем узнать о своей двойственной природе, обнаружил себе, как мне казалось, характерные для женщины черты. Неуверенность, склонность к сомнениям, подозрительность и даже совершенно неприсущее мужчинам чувство вины. И вот он смирился со своей женственностью. Он научился даже ходить в туалет, как девочки ходят. Затем он, смотря на женщин, монахинь, как они украшали себя разными там украшениями, сделанными из подручных материалов, научился делать себе прически, научился макияжу, научился походке женской, женским взглядом и вообще вести себя как женщина. Также у него еще голос, голос не ломался. Поэтому он мог сойти как за мужчину с высоким голосом, так и за женщину с небольшой хрипотцой, как он написал. Я пока в восторге от этой книги. Мне очень нравится. Очень много нового я узнала о таких людях. Оказывается, эти гермафродиты хоть и обладали признаками как мужского, так и женского начала, но Торн не мог забеременеть и Торн не мог стать отцом. И впоследствии он сказал, что ему это даже, его даже это и устраивало. Вот. В общем, у меня вот, если посмотреть, у меня вот закладочки уже, их очень много, несмотря на то, что я прочитала всего лишь небольшую часть этой книги. Я здесь отмечала всякие необычные моменты, связанные с Торном, связанные вообще с такими людьми, как он себя описывает, его чувства, его эмоции, его двойственную природу. В общем, читаю дальше и вернусь к вам чуть позже. Ну что, мое чтение продолжается. Я сейчас закончила вторую главу, на 185-й странице остановилась. И хочу сказать, что здесь уже порнухи и извращений намного меньше. Вот. И повествование здесь уже больше идет как путешествие. Путешествие Торна. Он, после того, как покинул монастрии, он отправился на восток. Он хочет найти своих соплеменников, готов, как он думает. И по пути он встречает старика, который звали Вайрд. Да, Вайрд. И этот старик, он обучает Торна всем премудростям охоты, как необходимо держать лук, как необходимо идти тихо. Даже обучает его искать стороны света, если солнца нет. Вот, в общем, очень много нового он узнает от этого старика Вайрда. Сам этот Вайрд, он был охотником, стариком. Он жил в лесу и занимался добычей шкур медведей. И он продавал эту шкуру в город Базилию. Базилия – это Рим. И вот он вместе с Торном отправляется в город Базилия, дабы продать шкуры медведя. И когда заходят в город, они понимают, что город пустой. Вернее, не город пустой, а все дома оставлены все закрыты. Все люди прячутся в домах и никому не позволено открывать двери незнакомцам. Вот они вдвоем отправляются к Легату Клавидио. Это самый главный человек в этом городе. Он знает этого старика Вайрда. Он очень рад встрече с ним. И вот он просит этого старика Вайрда спасти своего внука, которого похитили вместе с его матерью гуны. Поначалу я вообще подумала, почему старик какой-то дряхлый охотник должен вообще спасать людей. У него же целая армия, по сути, должна быть. И тут мы узнаем, оказывается, что этот старик был в прошлом воин. Он участвовал в многих битвах, сражениях. Но потом просто решил уйти от этого и стать охотником в лесу. Вот. Это Торн ему помогает. И они решают провернуть кое-какую хитрость, чтобы спасти этого наследника, Клавидио. Они берут другого мальчика, которого называли харизматиками. И они хотят просто подменить этого мальчика другим мальчиком. Кто такие вообще харизматики? Харизматики, оказывается. Это те мальчики, которых в детстве лишали всех половых органов, делая такую сложную операцию. Но многие, вернее, немногие выживали по стоку операции. И вот этих мальчиков отправляли, продавали, вернее, для веселей, для увеселительных потех для мужчин. Вот. В общем, жесть, конечно. И тут автор снова жестит. Он рассказывает нам про то, как казнили мать этого мальчика. И про то, как издевались над его отцом. Ну, в общем, эти гуны были еще теми похотливыми тварями. И слава богу, что они их впоследствии потом уничтожили. А вот, в общем, читаем дальше. Третья глава. Третья глава называется Озеро Брингантинус. Я понимаю, почему людям может не зайти эта книга. Потому что, во-первых, здесь сначала жесткая порнуха. Затем идет повествование описания жизни монастыря. Затем идет путешествие этого Торна через лес. Спасение каких-то там непонятных людей. Вот. Но мне эта тема интересна. Я люблю исторические книги. И здесь я считаю, что потрясающие исторические описания. Конечно же, не без доли выдумки. И этот Торн впоследствии, он здесь написал, что он станет приближенным к великому римскому императору Теодориху. Который на тот момент как раз-таки тоже был еще мальчиком. Вот. Как они с ним встретятся, мне очень интересно. И вообще, каким образом они там будут с ним вдвоем сотрудничать, тоже не знаю. Вот. По крайней мере, пока во второй части он свою двойную сущность нам не показывает. То есть, вот этот Вайрд, старик, он еще не в курсе про то, что Торн Гермафродит. Дальше я смотрю, они с ним опять вдвоем отправились на восток, к этим Готэм, куда Торн все хочет попасть. Вот. И они идут вместе с Вайрдом. В общем, дальше читаем и встретимся чуть позже. Так, ну что. Прочитала я дальше. И дальше там опять идет трэш. Но прежде чем дойти до этого трэша, случилась у нашего Торна беда. Его любимый орел заболел. И ему пришлось его убить. Он его застрелил в полете. Как и подобает умирать орлу. Вот. В общем, такое печальное событие произошло. И это показало его с очень хорошей стороны. То есть, он очень любил своего орла. Он не хотел с ним расставаться. Он был его другом. Вот. И, конечно, было грустно читать такое. Дальше они со своим стариком пошли в другой город. Вот. И там он познакомился с одним мальчиком. Он был на 2-3 года его старше. Не помню, как его зовут. Сложное такое имя. Вот. Сейчас скажу. Гуденанд. Его звали Гуденанд. Так вот, автор нам рассказывает про этого Гуденанда. Что у него не было друзей. Что он работал в грибной яме. Он топтал шкуру. Шкуры. Вот. И, естественно, из-за его зловония, как он изначально подумал, у него не было друзей. Вот. Так вот, они с ним сдружились. Они очень много времени стали проводить вместе. И вот этот Гуденанд начал себя странно вести. Он внезапно начал слышать каких-то птиц, которых рядом не было. Либо ему казалось, что подол ветер, хотя ветра не было. И он сразу же убегал. А при этом он как-то странно складывал пальцы на руках и на ногах и убегал. На следующий день появлялся, как ни в чем не бывало. Так вот, однажды он проследил за своим Гуденандом, другом. И оказалось, что у него падучая болезнь. То есть он падал в обморок. И у него были страшные судороги. Но он знал, что делать. Его в монастыре этому обучили. И вот он помог облегчить его страдания. Так вот, потом Гуденанд рассказывает на самом деле, что из-за этой болезни у него нет друзей. И якобы сказали, что когда он возложится с женщиной, то у него, возможно, эта болезнь пройдет. И тут нам Торн признается, нам пока читателям признается, что он хотел этого Гуденанда как женщина. То есть женские желания его преобладали над мужскими. И вот он придумал такую штуку. Сказал, что у Торна есть сестра-близнец. И эта сестра готова с ним возлежать, чтобы помочь своему брату. Так как Гуденанд был другом ее брата, то поэтому она готова пойти на это. И в общем, они договорились, что якобы сестра-близнец Торна встретится с Гуденандом в роще. Вот, дальше я пока еще не читала. Ну что, я сейчас на 244-й странице. Прочитала я похождения Торна с своим другом Гуденандом. Все у них там нормально было. Вот, все у них удачно прошло. Знакомство с якобы сестрой Торна Юхизой. Вот. Но падучая болезнь у Гуденанды не прошла. Поэтому им пришлось несколько раз повторять их лечение. Вот. В общем, их взаимоотношения с Гуденандом прошло не очень весело. Все закончилось плачевно. Каким образом все закончилось, я не буду рассказывать. Вот. Но тут после этого случая Торн решает, что с кем бы он не связался, все заканчивается плохо. Орел его умер. Потом ему пришлось убить монаха Петра. Монаш, с которым он тоже связался, ее тоже поколотили. И также с Гуденандом произошло тоже несчастье. Поэтому он считает себя вот как раз таки вот на этом моменте. Он говорил, что, возможно, он является каким-то там хищником. Вот. И сейчас он наметил себе следующую жертву. Вот. Ну, эта жертва была намечена не просто так, а из-за кое-каких обстоятельств. Продолжаем читать дальше. Дальше. Итак, я продолжаю читать книгу «Хищник». Я сейчас нахожусь на 374-й странице. И, к сожалению, Торн остался без своего наставника, без Вайерда. Старик Вайерд умер. При каких обстоятельствах он умер, я говорить не буду. И дальше он направился в следующий город, уже без него. Он направился в город Виндобона. Вроде бы поначалу казалось, что ничего с ним такого не произойдет здесь. Но здесь происходят просто необычайно дикие события. А именно что же происходит. Сейчас я буду спойлерить. Итак, здесь он знакомится с последователями Вакхи. Вакха – это такое вероисповедание, наверное, я так думаю, в котором люди совокуплялись друг с другом во время всех вот этих их церемоний, жертвоприношения. Они совокуплялись друг с другом, совокуплялись с детьми. В общем, он становится свидетелем всего этого, потому что его приглашают на это событие. Сам он там участия не принимает. И что меня больше всего поразило, что здесь все описано до мельчайших подробностей. Конечно, было жутковато такое читать. Меня предупреждали, что дальше там будет еще хуже. И я как раз-таки дошла до этого момента. Я думаю, что про это именно и имели в виду, когда говорили, что там дальше будет еще жестче. Так вот, он, когда все это увидел, он оттуда уходит и, в общем, он сбегает с этого города Виндобона и отправляется дальше на восток, отправляется к своему другу, с которым он до этого познакомился. И он оказывается среди готов, среди восточных готов, я так понимаю, потому что Рим был разрознен на запад и на восток. И вот он с запада двигается на восток. Я когда все это читала, у меня просто глаза на лоб лезли, что вообще такое бывает. Нет, я, конечно, знала, что такое бывает, но в книгах я такое не встречала. И такое ощущение, как будто это была какая-то камасутра. И вот это вот жестокое отношение к детям, а именно, что сама же мать отдала на растление своих детей каким-то там старикам, каким-то взрослым дядькам. Но это просто уму непостижимо. Я, конечно, понимаю, что эти все события были, они реальные. Вот, но все это прям описывается так подробно. В общем, конечно, книга не для слабонервных, сразу вам говорю. Вот, ладно, будем читать дальше. Ну что, мы снова с вами встретились. Я прочитала ровно половину книги, чему очень рада, так как иногда она довольно-таки нудноватая. Повествование немножко затянуто, но все же я ее читаю. И мне в этом очень хорошо помогает аудиокнига. Если рассказать, о чем здесь идет речь, то Торн, наш главный герой, встречается с королем Теодорихом. Оказывается, король Теодорих был его другом, он с ним до этого познакомился. И когда он узнал, что Торн пришел к нему на службу в армию, то он его назначает маршалом. Это довольно-таки высокое положение. И он сразу же дает, вернее, не сразу, да, Торн сначала ему помогает в осаде. Он прибегает к советам его бывшего друга, старика Вайерда. И этот совет очень им помогает. И Торн, вернее, и Теодорих назначает его как раз-таки после этого маршалом. Это очень высокое звание, еще раз повторюсь. И Теодорих направляет Торна в Константинополь с необычным посланием к королю Константинополя. И сестра Торна увязывается вместе с ним. Она хочет поехать вместе с ним. И, как оказалось, почему? Потому что она была больна раком. И вот она хотела как-то разнообразить свою жизнь. Она знала, что она скоро умрет. Когда Торн узнал о том, что принцесса больна, он пытался всячески ей помочь. Как-то ее словесно поддерживал, морально поддерживал. Но в последующем он узнал, что ей нужна будет служанка, которая будет помогать ей в перевязках. Но такую служанку было очень сложно найти в походе, которая не будет брезговать ее ранами. И ему пришлось рассказать принцессе о том, что он одновременно является еще и женщиной и предлагает ей помогать в перевязках. Конечно, принцесса сначала была шокирована этим известием, но затем она примирилась. Вот такие пока события происходят. Никаких пока пошлостей здесь нет. Читаем дальше. В общем, когда я говорила про то, что там нет пошлостей, я очень ошиблась, потому что буквально в следующей главе началась жесть. Итак, что же там за жесть? Получается так, что на них нападает враг Теодориха Страборн, и Амаламена, то есть сестра Страборна, умирает. И Торну приходится притвориться этой принцессой, и его забирают в плен Страборну. И Страборн влюбляется в эту принцессу, то есть получается влюбляется в Торна, и там его начинают насиловать. Вообще цель у Страборна какая? Он захватил в плен принцессу, сестренку или сестру Теодориха, и вся загвоздка в том, чтобы забрать земли. И он пытается заполучить себе то, что ему необходимо в обмен на пленницу, сестру Теодориха. В общем, Торну, конечно, там нелегко пришлось, но он считает, что лучше уж его пусть на силу, чем сестренку Торна, Теодориха вернее, потому что ей бы точно пришлось не сладко. В общем, читаю я дальше и просто офигеваю. Я не представляю, как вообще можно такое придумать. Ладно, не буду вас томить, расскажу, что там происходит дальше. В общем, Торн сбегает от своего насильника, возвращается к Теодориху. Все как бы нормально. И тут Теодорих дает Торну второе задание. Он просит его отправиться на родину Готов и узнать всю историю этих Готов. Отправляется Торн по заданию Теодориха, и далее он встречает некого Тора, который, как оказалось в дальнейшем, был тоже гермафродитом. Или, как называет автор, мономави. Это латинское слово «гермафродит». У них там происходит большая любовь. Все описание также присутствует. И, как оказалось в дальнейшем, этот Торн был просто подлым человеком. Если рассматривать его с точки зрения женщины, то он был ворчливым. Постоянно что-то ей не нравилось. Если он был мужчиной, то он думал только о себе. То есть был большим эгоистом. Торн все это прекрасно понимает, но он ничего не может сделать, потому что он очень полюбил этого Тора. Ну и Тор, соответственно, этим пользуется. Торн начинает изменять Торну. Хотя он его просил, чтобы он ему не изменял, потому что он говорит, я тебя очень люблю и не хочу, чтобы ты мне изменял. Но Тору все равно, потому что он эгоист. И он преследует только свои цели. А какие цели он преследует, я сейчас вам расскажу. Они во время своего путешествия услышали о неком племени Амазонок. Это такое уединенное племя, где были только женщины. И вот Тору захотелось попасть в это племя. И однажды он собирает свои манатки, делает кое-какие подлые вещи и сбегает. Торну, конечно, не хочется все это оставлять просто так. И он решил отомстить ему. И он начинает его преследовать. Пока на этом я остановилась, но я думаю, дальше будет очень интересно. Потому что, как вы уже поняли, что они могут быть и мужчинами, и женщинами. И я думаю, что если они попадут в племя Амазонок, они прекрасно там сойдут за своих. Я к вам вернулась уже с прочитанной книгой. Честно скажу, что под конец я уже ее быстрее старалась прочитать. И даже не станет прослушал в аудиоформате. Потому что под конец она была немного затянутой. Вот это все завоевание, сражение. Мне такие истории не очень интересно читать. Я их быстрее и быстрее прокручивала. Что дальше там произошло? После того, как он отправился к Амазонкам, он отомстил за свою подругу. Он убил своего соратника Мономави, такого же, как и он, двухполое существо. Убил он его, опять же, притворившись женщиной. Он притворился, что он женщина. И амазонки его приняли за свою. И вот он, будучи женщиной, убивает этого Мономави. И параллельно с этим он рассказывает вообще о жизни амазонках. Изначально он считал, что амазонки красивые, статные женщины, на лошадях. Но, как оказалось, все это было не так. Так, амазонки жили вдалеке от города. Естественно, у них не было никаких возможностей за собой ухаживать. И поэтому они все были, соответственно, грязные, неряшливые, обрюкшие, нечищенные зубы, нечищенные ногти. И даже все повадки были не очень красивые. По поводу того, что они ели, он также описывает. Они ели как мясо животных, так и мясо людей. Они ели своих соратниц, дабы они не гнили просто так. Тем самым они могли бы накормить своих соплеменец. После того, как он убил своего Мономави друга, он сбегает от амазонок и опять возвращается к Теодориху. И они решили, и они решают, вернее, объединить Восток и Запад. И они направляются на западную часть Рима. И потом далее мы наблюдаем за их сражениями, за многочисленными переговорами с другими королями, с другими велителями других городов. Мне вот эти места как бы не очень нравились, но все же я их прочитала. И в некоторых местах мне было непонятно. Потому что было очень много имен, очень много мест. Но в целом задумка книги мне понравилась. Несмотря на то, что в некоторых местах сцены затянутые, но вот эти все пикантные сцены, которые многим не нравятся, мне кажется, они добавляют свою изюминку. И это фишка, мне кажется, этого автора. Потому что я взяла его уже вторую книгу «Путешественник». Здесь про путешествия Марка Пола. И девочки говорят, что здесь также есть пикантные сцены, довольно-таки мерзкие и извращенные. Не знаю, что там в голове у автора. Может быть, на самом деле он так и думал. Может быть, он этим жил. Но здесь таких сцен очень-очень много. И сам вот этот Торн, благодаря тому, что он был двуполым существом, это его во многих случаях спасало. И этим способом, вернее, тем, что он притворялся той женщиной, той мужчиной, он помогал Теодориху, помогал во многих его планах. Также здесь хотела бы упомянуть, что здесь рассказывается о живом огне, который придумали греки. Это тот огонь, который не может погасить вода. Я про живой огонь читала у Сэн сама в темном огне. И вот здесь как раз-таки тоже они применяют этот вот живой огонь. Его, правда, называют не греческий огонь, не темный огонь, а они называют его живой огонь. Вот здесь даже написан состав этого огня, из чего он состоял. В общем, тоже такая, знаете, интересный исторический факт. Несмотря на то, что у книги низкий рейтинг, я бы порекомендовала все-таки прочитать эту книгу, познакомиться с этим автором. Он очень интересно пишет, не сухо, не скучно. Мне лично книга понравилась, особенно в самом начале. Вот, наверное, первая половина. Смотрите, сколько есть у меня закладок, да? Вот. Ну, вторая, конечно, половина немного затянута, но все же я вам ее рекомендую прочитать. Можно даже читать по чуть-чуть. Видео я читала по два с половиной месяца. Заранее хочу всех поблагодарить за ваши просмотры, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. До свидания.